Есть новости по поводу нашего дела? Рома, я отправил отряд за Ханом, но они внезапно пропали. Ты думаешь, что они выйдут на связь? Мы потеряли слишком много людей в попытках избавиться от лидера клана Чейс Вейшто? Всё напрасно! Постой, но... Ладно, я без тебя разберусь. Дай мне телефон. Алло, наёмник, как тебя там зовут? Хет... Хитман. Да, точно. Слыхал я про тебя. Говорят, можешь сделать невозможно. У меня есть для тебя задание. Для начала с кем я говорю? Роман Толлер, слышал обо мне? Да, слушаю задание. Принеси мне голову Хана Соло, и я за неё дам щедрое вознаграждение. Говори координаты. Эх, Рома, этого я и ждал. Твоя голова как раз мне нужна для моего клиента. Охотник за головами. Я уверен, что этот ролик вас погрузит в атмосфернейшее соло-выживание. И если вы хотите увидеть продолжение таких прекрасных приключений, то вы должны поставить здесь свой лайк, и как только наберётся 100 тысяч, я снова стану наёмником. Всё зависит только от вас. Хм, ты сидишь и не знаешь, чем себя занять, но всё это может исправить знание Раша. Именно там я нашёл много интересных лекций, и теперь выбираю, на какой буду присутствовать. И самой классной для меня показалось, как начать карьеру во вселенной создания видеоигр. Ну а попасть туда очень просто. Регистрируешься на сайте, выбираешь дату, когда хочешь прийти. В моём случае это 19 декабря, и жмёшь кнопку регистрации. А дальше остаётся только позвать друзей и встретиться на ВДНХ. Все ссылки, конечно же, я оставлю в описании. Моя долгая история начиналась, как обычно, с пляжа, в полной темноте. И как вы можете заметить, на карте я уже разочек умер. Именно туда я и держал свой первоначальный путь. У вас очень странный дом. Кто здесь живёт? А ты меня зарубил, я помню тебя. Ты меня зарубил недавно. Ты будешь извиняться? Только что. Да. Да, да, извини. Ты знаешь, кто я? Терьмо мой просто отец. У тебя кто-то храпит на фоне, брат. Интересно. Слушай, короче, я Хитман. У меня скоро будет офис неподалёку от этого места. Я наёмный убийца. Я могу убить любого твоего врага за определённую плату. У тебя есть враги? Нет, это пока всех такого... Понял. Ну если что, ты знаешь, кому обращаться? Тебя арбалет. О, нифига, спасибо. Если что, кричи в чате, я вернусь и всех уничтожу. Вот так рандомный путник подарил мне арбалет, с которого и начинается моя история. Там по территории кто-то бегает. О-о-о! У него два ключа было? У меня есть идея. У меня есть два ключика, и этот тип по-любому сюда вернётся сейчас. Так, его лутать нельзя. У меня есть идея. Но идея должна быть рабочей. Я думаю, что вы уже сами догадались, что я хотел сделать. Но на всякий случай объясню. У меня были два ключика, которыми я мог открыть потенциальный его домик. Но вначале, как минимум, я должен бы узнать, с какой стороны он придёт, и проследить за ним. И спустя примерно 10 минут ожиданий возвращается он. Он идёт себя лутать. Работает, работает! Нет, только не убивай его! Он оделся в хазик. Следим за хазиком. Он по-любому идёт в сторону дома. Слежка за ним привела меня практически к трейн-ярду. Но тут случается момент, который законтрить было невозможно. Его убивает калашист. И вслед за этим на охотника выбегают другие охотники. И убивают калашиста. Тут три типа просто в топ-сетах бегают. После того, как калашисты уходят, я облутываю остатки. И продолжаю ждать, когда же он вернётся. Но на этот раз мне не повезло. И тогда я отправился искать его домик сам. Не эта дверь. Вот это выглядит, как будто может быть. Ну почему нет? Ну, Руслан. Поиски его дома завели меня в какую-то глушь, где я замечаю типа... И судя по всему, в руках у него было что-то серьёзное. Мне нужно было рисковать. Хоть я и не нашёл домик Русланчика, но я обрёл кое-что получше. И теперь мне нужно было построить где-то кибитку, где в будущем я и собирался построить свой офис. Вот этот манс просто легендарный был. С админской киркой мне не составило труда наформить немного камня, который я обменял на дерево. Ведь строиться в любом случае я планировал возле мирного города. Ведь именно здесь обитает огромное количество потенциальных клиентов. Хитман, выбей мне берданочку, Хитман. Не, ну как бы за заказ надо платить деньжатами, понимаешь? Чем будешь платить за заказ? У меня есть огромное человеческое спасибо. Принимаю только скрапом. И вот спустя мгновение я отстраиваю свою самую антирейдовую кибитку. Но я тогда и представя себе не мог, что начнётся здесь через пару минут. Через секунду я услышал шаги возле меня, а потом и вовсе замечаю калашиста. И казалось бы, в моих руках появился калаш, но ненадолго. Блин, он чё-то жёстко стёр вообще. Очень жёстко меня стёр, надо посмотреть, где они живут эти типы. Оказывается, я построил свою кибитку именно там, где они начали всё выселять в округе. Они просто рейдят всё подряд, эти типы. Естественно, я подумал, что здесь можно будет что-то ёнькнуть. Но тут, откуда ни возьмись, появляется лысый куст. И я не о подтипе игроков. Его действительно так звали. И сейчас я вам докажу, что в этой игре бывают знаки. Я появляюсь на своём спальнике. Делаю от него несколько шагов и натыкаюсь на деревянную территорию. Там я услышал шаги, и мне стало интересно, кто там обитает. Это дом лысого куста. Вы можете себе такое представить? Мало того, что я узнал, где он живёт, так ещё и понял, что у них есть пулемёт. В общем, мне нужно было что-то придумать. Но для начала я решил всё-таки отсюда переехать. В более подходящее место. То, что надо. Так, пока меня никто не ушатал, я думаю, надо дом построить возле супермаркета. Это просто идеальное место для моего офиса. У тебя какие-то вопросы ко мне? Привет. У тебя какой-то вопрос ко мне или что? У меня под дверью сидит тип. Аккуратно, он под дверью сидит с блочкой. Так его, так! Всё, мы его убили. Хорошо, хорошо, спасибо. Добрые люди спасли меня от дуркемпера. Ну вот, что произойдёт дальше, не описать словами. Мы на Т-12 живём, если что-то. Ой-ой-ой, заходите, заходите! Ребята, ребята, вы живы? Заходите ко мне! Да-да-да-да, открывай дверь, быстрей, быстрей, я залутался. И снова лысый куст. Я не знаю почему, но именно в него патроны просто не залетали. Я знаю, где он примерно живёт. Я могу принести вам его голову, если хотите. Но для начала мне нужно найти оружие, чтобы это сделать. Первым же делом я отправился на плотный фармбочек. Ведь мне нужны были верёвки, чтобы скрафтить лестницы. А попутно я занимался рекламой своего бизнеса. Я вообще наёмный убийца, если чё. Типа тебя заборшляешь, ты пойдёшь на штыпов? Да-да, убью любого твоего врага. И, возможно, не все сейчас меня воспринимали всерьёз. Но это было только в начале. Наконец-то у меня появились лестницы, и теперь я мог запрыгнуть на территорию лысого куста. Ведь там работала большая печка, которую я мог спокойно обворовать. Турели у них нет. О! Это хорошо, это прекрасно. Ну, интересно, я бы подсейвил. Короче, мне нужно оружие, чтобы я с ними мог что-то сделать. Выбраться с их территории мне не составило труда. И по пути к дому я начинаю размышления о том, где мне выбить первое оружие. Как вдруг, Раст мне подсылает подарок судьбы. Оу! Что? Окей, я вернусь. Я возвращаю свою небольшую кибитку и скидываю все ресурсы, которые у меня были. Взяв с собой только двушку и немного патрончиков, чтобы добить там шкаф. И хоть там ресурсов было не так много, но как минимум я мог отсюда забрать первый верстак. И было некомфортно выходить на улицу, зная, что под домом может сидеть лысый. Поэтому пришлось поставить вторую дверку. Ну а после, на свои единственные 11 патронов я отправляюсь искать фермеров. И теперь в полностью каменном домике я чувствовал себя в безопасности. И мог заниматься более насущными делами. Логово Хитмана построено. Слышу звуки фармера. Хороший. Могу отдать дерево все. Ну давай. Ну ладно, забирай, блин. Че я буду, бомжей грабить что ли? Ты аккуратно тут. Тут 5 человек в топсетах бегали, убивали всех. Бегал я, значит, и формил камушек. И в моменте, неподалеку от меня, слышу, как кого-то убивают в берданке. А вот походу они убили этого паренька. Понимая это, я решаюсь проследить за ними в надежде, что они разделятся и я смогу их подловить по одному. В моменте один из них даже меня замечает, но это было столько мне на руку. Опа, сбайтил, топ сетчик идет в мою сторону. Минус 3. А вот теперь кстати можно будет и поиграть. Надо убегать, 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 пока мышам убегать домой. Вот как-то так, с одного жалкого револьвера я умудряюсь выбить себе патроны и пушки, которые мне были нужны. С берданкой тип бегает в топ сете. Ну на этом мое приключение не заканчивается. Неподалеку от меня я слышу взрывы сачелей и я просто был обязан туда сходить. нет. Он уже недалеко и рейдит там жестко. Я вижу что рейдит. Дерево нет. Дерево есть. Ха-ха-ха. Водитель погубал мутипаник. Ха-ха-ха. Вот тебе и поводили пам. Я не могу даже дверь поставить сюда. Что? Пока у меня под домом происходило что-то непонятное, я просто бурил стенку. Ведь там потенциально могли быть еще какие-нибудь ящики. Но, к сожалению, кроме пустой бочки я ничего не нашел. Блин, вот та дверка выглядит аппетитненько, конечно. Аппетитненько, не поспоришь. А вот те ждуны, которые подкрадываются, это интересно. Что вы тут делаете, девочки? Калаш? Что? Я не знаю, но оружие просто идет само в мои руки. И вот у меня появились ресурсы, чтобы сделать выход и наконец-то ремовну стенку. Как вдруг появляется снова лысый куст. Я знал, где его дом и поэтому побежал на перехват. Лежать! Грустно, что это был не лысый куст. Зато теперь у меня наконец-то появился калаш. Лысый куст очень интересный парень. Я потерял много времени и стенка там окаменела. Теперь я ее разрушить с помощью киянки не мог. Но я знал, как можно было отсюда подсервить ресурсики. Второй верстак несу домой. Бесплатный второй верстак. Надеюсь, я добегу. Потому что этот дом приманил слишком много людей. Побежать я решил через аутпост, где как раз и планировал переработать компоненты и закупиться плотно ресурсами. А на скраб я еще кое-что изучил. Оп, второй верстачок сюда к папочке. Что-то у меня как-будто уже места нет в доме. После этого я отправляюсь в гости к своему любимому соседу. Посмотреть, как у него дела. Ну-ка, лысый интересно еще играет. Вот это как будто он должен идти сюда. А как такое может быть? Он просто перед моим лицом заскочил и дверь закрыл. Ну и что? Что ты мне скажешь? Ты. Что? Ты друг куста лысого. Ты друг лысого куста. Знаешь, что ты можешь сделать? А? Ты. Лысый. Какой? На! Куда собрался ты? Ты лысый друг лысого куста. Ты лысый? Чё? Что? Чё? На! Честно говоря, я не особо хотел с ними разговаривать, потому что лысый куст действительно очень много раз меня убил. Я хотел убедиться, живет ли он тут вообще. Или здесь образовалась какая-то деревня. Эй. А ты чё? Не через... Через меня, а через моих друзей договариваешь, а? Какой? Ммм... Интересно. Очень интересно. Я хочу найти, где он живет. Хотя, а зачем мне искать, где он живет, если я могу улучшить свой дом и забайтить их на рейд? Звучит интересно. Камня достаточно, чтобы это провернуть прямо сейчас. Лысый. Лысый. Он реально лысый. И этот лысый. Хорошо. Остальных я пока не знаю. У меня уже был небольшой заказ на голову лысого куста. Но сейчас мне нужно было укрепить свой домик, чтобы они меня не зарейдили. Ведь они знали, где я обитаю. Но у них явно были какие-то планы. Ведь я даже не успел достроить второй этаж, как вдруг они появляются возле моего дома. А ты кто? Я не Хантер, я тебя пару раз убивал. Я тебя не знаю. Зато меня ты точно знаешь. Ты лысый. Не, я легенда, я тебе лицо ломал. Только в твоих мечтах лысый. Не, я бы так не сказал. Так и было. Было чувство, что они хотят меня зарейдить. Поэтому мне нужно было придумать, как я буду от них отбиваться. Маленький лысый кустик. Да, я хотя бы не сижу в туалете с надлуком. Сидишь? Давай профыбрал. Я слышу по твоему голосу. Непозиум, я перебор. Ну и? Вопросы? Есть вопросы? Или у вас уже нет вопросов ко мне? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Они явно были серьезно настроены и вернулись ко мне снова, но уже с помпами И так как выход на крышу у меня все еще не был застроен, я должен был действовать максимально аккуратно И сейчас я вам покажу гениальный лайфхак, как узнать сидят ли у вас на крыше или нет Алло, я знаю что ты у меня на потолке сидишь Алло, как дела? Спасибо за две МП5 Спасибо, вы хорошие работяги Лайфхак простой Берете план постройки и немного дерева И ставите у себя на крыше стенки Тем самым вы полностью его застраиваете Аааа, спалился Че, как сидится вам на месте? Нормально? Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Благодаря ноге, которая провалилась через текстуру Я знал его точное местоположение И просто решил выйти через улицу и застроить его там Пирожочек, ну что? Что будем делать, пирожочек? Пирожочек? Ай, пирожочек, ну что, ну что, ну что, ну что, пирожочек Лысый? Спасибо Мне как раз нужна была твоя головешка Надо его голову снять Ха-ха-ха, капец, он переигран Так, лысый, давай Головешку Теперь я был очень доволен Ведь в моем доме появился новый друг Возможно, именно сейчас они уже крафтили ракеты И мне нужно было сделать так, чтобы они не находились больше на моей крыше И я мог хотя бы на нее выйти, чтобы попытаться отдефаться Кажется мне, что они собираются меня рейдить Почему-то Надо тратить все ресы Чтоб они не думали, что тут все так просто будет Придет лысый или не придет, вот в чем вопрос Я прождал его еще около 10 минут, но он так и не пришел И чтобы не терять свое драгоценное время Я отправился на фарм камня Так, к моему домику вроде никто не идет Ммм, там бомжара какая-то плавит Здравствуйте, мистеры бомжики Как ваши дела? Вы что тут, металл плавите? Нормально, братик Да, да А вы знаете, кто я? А ты пришел с плохими намерениями, да? Нет, я пришел вам сказать, что я наемник Наемный убийца Если у вас есть враги, вы можете заказать своих врагов Ой-ой-ой Я принесу их в голову А ты с буром еще опасный такой Да Да, врагов как таковых нет Но вот нас зарейдили, но мы не знаем даже кто это Моя реклама работала успешно И теперь, если бы у них появился противник Они бы уже знали, к кому надо обращаться О, а я ведь должен выполнить заказ был Я и забыл то, что головешку-то надо отнести А, то есть я не могу снять эту голову Ну ладно, лысый, придется в следующий раз Выполнить заказ Но как минимум я должен был оповестить тех ребят наверху Что головешка лысого куста висит у меня на стенке Алло, здравствуйте Это мы с вами общались по поводу головы лысого Да-да-да, братишка, да Так вот, я голову, к сожалению, не смог донести Потому что она у меня на стене висит Красавчик Но могу в следующий раз, если я его еще раз убиваю Принесу голову вам Оказывается, со стены ее больше снять нельзя Ну только вот смотри У тебя тут проем соломины Его надо улучшить Ага-ага Бля, я точно А то дверь вывалится, да? Это мой кин бежит Когда я смотрел на их домик, мне было действительно больно Ведь он был полностью соломины Даже дверной проем И поэтому добрый наемник Папачис Решил им помочь наформить немного камня Слава, музыку Играй любые Я скоро отстрою свой офис И тогда, может быть, буду принимать серьезные заказы Хорошо, мы тогда тебя будем заказывать И ты будешь нам убивать людей Да, я буду мало того, что убивать Я могу стать наемным рейдером Я могу стать кем угодно Да, ты будешь наемником личным нашим Да, за ваши ресурсы, точнее Да, конечно, бабки не проблема, их нет И вот я со своими новыми друзьями уже формлю камушек Чтобы обустроить им домик Что может быть прекраснее? Понимаешь, я человек простой Держи камень Это тебе, чтоб ты улучшился Все, спасибо большое Давай, давай, улучшайся Если что, приходи в гости Наши двери открыты Понял Будем песни вам петь и вином угощать, как говорится Хорошо Честно говоря, это выживание было пропитано атмосферой Но это было только начало Поверьте мне, что вас будет ждать дальше, не описать словами Ну а пока меня не пришли рейдить и не застали врасплох Мне нужно было добавить немного буферок Я как обычно, в принципе, построился Тут нельзя, да? Можно Это не лысый летит? Сейчас ночь настанет И мне кажется, за мной придет лысый Тогда Задефать ее уже будет непросто Поэтому надо на крафт хилок вставать пастом А я мог металл пойти купить В сейф зоне Это хорошая идея, как будто бы Я чувствую, что на последнем файте, где я их победил Все не закончится Я знаю, что у них есть ракеты Как будто бы они должны вернуться Именно с такими мыслями я продолжал тратить все ресурсики в свой дом Ведь на будущее у меня было еще слишком много планов И терять его я не хотел Тем временем наступила ночь И у меня появилось время вам кое-что рассказать Ты видишь этот прекрасный сет на мне? Сказать откуда он у меня? Все благодаря Кобальту Этот проект построен на базе блокчейна Поэтому все игры будут максимально прозрачными На Кобальт Лаб есть несколько режимов Мины, колесо и другое Кстати про мины Это мой самый любимый режим Ну-ка мины, давайте поиграем Так Отлично Сюда Нет Еще раз Отлично Совместно с Кобальт Лаб я подготовил для вас подгонщик В виде именного бокса Его можно залутать по моему реферальному коду Чизи Абсолютно бесплатно В разделе награды Вводить его, кстати говоря, нужно сюда Частенько в социальных сетях проекта проводятся розыгрыши скинов И раздача различных купонов А прямо сейчас в дискорде Кобальта Проходит жирнющий розыгрыш Поэтому советую следить за новостями проекта Спешу сообщить, что на сайте начался щедрый новогодний ивент В котором вы можете схватить что-нибудь вкусненькое За каждые 2000 опыта, полученных на сайте Вы получаете одну снежинку И чем больше снежинок вы соберете Тем больше шансов у вас что-нибудь ухватить Переходите по ссылке в закрепленном комментарии На Кобальт Лаб Забирайте бонусы И бесплатный бокс по моему реферальному коду Если у вас будут какие-либо вопросы касательно сайта Вы можете обращаться лично ко мне И я вам помогу все решить Вернемся к ролику И вот наступила ночь Но ко мне все еще никто не пришел И тогда взяв с собой ПНВ Я отправляюсь в гости к соседям Как говорится, если Лысый не идет ко мне То я прийду к Лысому Домик у них нифиговый Да, 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 да Есть у меня одна идейка Тогда я еще точно не знал, где живет Лысый И мне казалось, что он постоянно приходил отсюда Но было очевидно, что у них здесь не один домик А целый альянс Здесь Лысый только я Потому что я Хитман Кто разрешал быть Лысым На этом сервере? Я сгонял домой за лесенкой И вернулся к ним снова Я должен был узнать Ники тех, кто находится в доме Так, а в теории я могу в эту дырку заскочить, да? Не-а Они поднимаются ко мне Он фармит Блин, я подожду его, когда он домой вернется с фармом Давай, Лысый, фарми на папочку Давай, давай Блин Фростик Запомнил Хотя нет, не запомнил Алло Тиммейт Лысого, привет Подожди, стой, стой, стой Секундочку, секундочку Да, я выйду голым говорю Не надо выходить голым У меня на тебя заказ Почему сразу тиммейт Бушида Ой, блядь, это Лысый Потому что ты тиммейт Лысого Ну, мы с ним затимимем, чтобы не стрелять по друг другу А где живет Лысый тогда? Если ты его тиммейт Если не ты его тиммейт Я сейчас покажу Вот, посмотри, я голый вышел Ну, давай, показывай хату Лысого Понимаешь, его заказали Я должен принести заказ Естественно, мы же собирались рейдить Мы изначально Вот, смотри, видишь, вон там Сейчас покажу Вон там хата Деревянными Ага Там Лысый живет? Да Так говорят, что Лысый с говном гоняют Понимаешь? Все понял Ну, ладно, пока живите Пока живите Я пошел заниматься своими делами. Пазлы сложились сами по себе. Теперь я понимал, что не один я считаю, что лысый подозрительный игрок. Но если он читер, почему он все же не пришел меня рейдить? Этот вопрос меня все еще не отпускал. Поэтому я решил наведаться к нему в гости. И как бы я не пытался шуметь здесь и его байтить, к сожалению, он так и не вышел. Скорее всего, он уже сладенько спал. И именно сейчас у меня появилось время, чтобы наконец-то построить свой офис. Ладно, я думаю, офис надо построить в видном месте где-то. Чтоб все бомжи видели, что я здесь живу. Так, тут у меня будет типа холл. Здесь вход. Потом здесь головы. Головы, головы, головы. Здесь, допустим, шкаф. Или он сбоку лучше должен быть? Макет моего мини-офиса я отстроил довольно быстро. И, как мне показалось, выглядел он очень атмосферно. Оставалось теперь найти ресурсы, на которые я буду все это улучшать. Здесь может быть витрина. А здесь проход. Ну, я думаю, если симметрично делать, то должна быть тут тоже витрина. Ну, это в принципе будет офис продаж, офис заказов. Мне кажется, прикольно. И уже сейчас, чтобы принимать заказы, я скрафтил себе портативный телефон. Так, ну-ка, реально вообще позвонить на телефон? Себе. Оставалось только проверить, будет ли он работать. Услышав гудки, я понял, что все работает успешно. И теперь я мог принимать первые заказы. Естественно, свои услуги я сразу же зарекламировал в чатике. И все, что мне оставалось сделать, это просто ждать. И вот, спустя всего 5 минут, появляется первый клиент. Алло. Здравствуйте. Ау, 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 меня слышно? Да, 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 вас прекрасно слышно. Ау, слышно меня? Здравствуйте. Есть, короче, заказик, только никнейм мне неизвестен. Угу. Нормально, если никнейм мне неизвестен? А примерное местоположение, я должен понимать, кого я ищу. Да, короче, координаты Y8, он стреляет с болтовки. Возможно, с вышки, возможно, фиг знает откуда. Вот. Но звук болтовки, а то надо убить болтовку. Y8. Хорошо. Смотрите, по поводу оплаты нужно обсудить. 100 скрапа за убийство вас устраивает за голову Рувкемпера? А, ну нормально, да. Хорошо тогда, Y8, да, или Y6? Нет, я еще тысячу серую доплачу, я с собой болтовка на руках, а не мощная. Окей, я постараюсь его сейчас найти, хорошо. И заказы сыпались нереальной скоростью. Не успев взяться за один, появляется второй. Алло. У вас сломали, да. Это киллер? Это альтер. Да, 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 это я. Короче, надо одного человечества, так сказать, устроить. Ага, где он обитает, его ник? Хансо Соло. Хансо Соло С24. Хансо Соло, окей. Нужна голова. Нужна голова. Что я еще должен знать, кроме того, что его ник Хансо Соло? Сколько их? К чему готовится? Окей. А ваш ник какой? Рома Толлер. А, окей, окей. По поводу оплаты. Весь его шмот, голову я вам обязательно принесу. Это не проблема. Либо она появится у меня в офисе. Если вам, у вас есть какие-то пожелания, с чего его убить, можете сказать. Хочу, чтобы он перед смертью ползал. По острову. Перед не занюхали ползком. Хорошо, устроим. Ну че, конь, поехали? Посмотрим, кто там живет. Что за Хансо Соло? Заказ выпал в зимний биом. Именно туда мне нужно было хорошенько приодеться, чтобы ночью не умереть от холода. Взяв с собой оружие, нож и все необходимое, я отправляюсь туда. Думая, что там находится небольшая кибитка. Давай, мой верный конь. Мы должны с тобой выполнить этот заказ. Ходят слухи, что Хан бегает с пулеметом. А это, случайно, не он? Это не он. Но как будто твою голову надо забрать. Это явно необычный тип. Скажи, что это Хан. Это не Хан. 60 МВК, 80 шестеренок. Что? Тысяча... Что? У него тысяча МВК... Ой, скраба. Ресурсы и скраб я, естественно, решил подсейвить. Ведь сейчас я был как никогда близок к голове Хана. Но как только я прибегаю на С24, передо мной открывается это. Что это нафиг? Это что такое? Это их дом? Он точно не ошибся? Эта громадина и являлась моей целью. Именно здесь я должен был каким-то образом подловить Хана, так еще и забрать его голову. Пока была ночь, а у меня было ПНВ, я должен был изучить эту базу. А что это за дом вообще? Офигеть тут до мина. Такое чувство, что... Что это не тот заказ, который я хотел убраться. Они вовсю открывают двери и бегают по дому. И тут я понимаю, что Хан не один. Мне нужно было подловить самый подходящий момент. И предугадать, откуда он выйдет. Я убил Хана Соло, но мне было настолько страшно, что я просто молчал. И старался прислушаться к каждому шороху. Я не знаю, что делать. Я думаю, что здесь находиться мне больше смысла нет. С таким количеством металла и головой Хан Соло мне больше здесь нет смысла находиться. Это был невыполнимый заказ вообще. Это был просто невыполнимый заказ сейчас. Сколько металла я украл? Куплю корды Хитмана. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тебя заказали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это был твой последний заказ, мне пишут. Ну блин, это реально был очень опасный заказ. По пути я даже забрал свой скраб и серку, которую припрятал. И отправляюсь домой. Заказ был выполнен успешно. Тем более я забрал голову Хана Соло. Но теперь у меня появились серьезные противники, которые явно хотели найти, где я живу. Алло. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Я вас слушаю. Хочу сейчас заказать голову Романа. Голова Романа. Рома Толлер? Роман. Да, да, да. Интересно, что вы предлагаете за его голову? Готов принести ее. А какие расценки? Ну, за одну голову я беру 100 скраба, либо 1000 серы. Ну, давайте, давайте 500 пороха пойдет? Да, да, пойдет. Назовите ваше имя. Меня зовут Кристина, а так мамочка с манхаб. Понял, понял. Хорошее имя. Так вот, куда мне принести голову и где примерно он обитает? Смотрите, он тут, он недалеко от меня живет, на Y7. Не дает мне покоя. Хорошо, я берусь за заказ, в течение 20 минут будет сделано. Честно говоря, я точно не мог ожидать, что в это время закажут моего заказчика. Но раз я наемник, я должен был взяться за этот заказ. Тем более, заполучить голову Ромы не составило бы и труда, потому что я ему должен был отнести голову Хана Соло. Алло, здравствуйте. Рома, это вы? О, Холл. Здравствуйте, это Ахолда. А, понял, это... В начале я думал, что мне позвонил Роман по поводу Хана Соло, но оказалось, что это был первый заказчик, и что ему тоже надо было убить Хана Соло. И когда он увидел, как он горит в чате, он решил отдать мне мою заслуженную награду. Так, ну вот, смотрите, я голову друга Хана Соло принес. И вот, стендик, можно его повесить. Вы можете его забрать, либо можете оставить его мне, я повешу его у себя в офисе. О, это очень щедро. Да, есть и скраб, и тысяча серы. Все, хорошая работа. Отличная сделка. Если кого-то надо будет зарейдить, уничтожить, убить, вы там звоните, вы знаете мой номер. Алло, здравствуйте. Рома, это вы? Здравствуйте. Рома, это вы? Так, точно. Что-то там щеговчик мой. Так, ну, заказ полностью успешно выполнен. Голова его находится сейчас у меня. Могу принести на любые координаты. Куда идти? Сейчас будет многоходово. А я живу на Y7. Дом трехэтажный. А камень с металлом, короче. Хорошо, очень скоро я принесу его голову вам. Бобро, все. Все, что возьмешь? Как, что надо-то? Я думаю, мне ничего не надо. Я заберу его голову. Он еще узнает, что мне надо. Он еще очень скоро узнает, что мне надо, в принципе. Это будет бесплатный вообще заказ в моей жизни. Так, теперь мне пора отвезти голову Хана Соло и забрать взамен голову моего заказчика. Да, примерно так выглядит типичный бизнесмен. Согласитесь, очень стильно. Кто здесь живет? Кто здесь строится, я спрашиваю. Последний раз. Ну, стрельнешь, умрешь, чувак. Ты знаешь, кто я? Я Хитман. Ты что, только дом строишь? На, это тебе пригодится. На, вот это тоже тебе пригодится, я уверен. И если у тебя появятся враги, ты можешь заказать их, и я прийду и разберусь с ними. Убивать каких-то новичков мне смысла абсолютно не было, но прорекламить свой офис было не лишним. Я сажусь на поезд и, наконец-то, отправляюсь к домику Рома Толлера. Алло, алло. Здравствуйте, Рома, это ваш дом? Трехэтажный, он сказал. Алло, Рома. Рома, прием. Честно говоря, находиться здесь было страшновато, ведь я не знал, убьют меня или нет. Но Рома Толлер славился своей честностью. Я выполнил заказ. Принимай. Ладно, я поступлю благородно. Пойдем. Вначале я не хотел убивать Рому, и я попытался их помирить. Зачем вы обижаете маму из Каба? Ты рот свой не открываешь? И сколько бы я не пытался их убеждать, они явно не собирались идти на мир. Но заказ есть заказ. Ромчик. Тебя заказали. Мама из Каба. Доставка приехала. Голова Ромы. Но друзья Ромы были везде на вышках, и они явно не собирались меня отсюда так просто отпустить. Теперь мне нужно было отбиваться. Так, ну-ка, оцените. Сейчас. Это он? Вот это красиво. Да, 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 да. А они что, вы типа враги что ли? Да, да. Они меня прессуют постоянно. А за что так жестко? Рома, Рома, ты не обижайся, тебя заказали. Просто потому что я женщина. Ты был заказан, Рома. Судя по тому, что взлетел боевой вертолет, они явно были настроены решительно. И я не знал, что я буду делать в такой ситуации. Я был полностью зажат в тиски. А у тебя есть покушать? Кукуруза что-нибудь. У нее пулеметы, она меня просто впускает домой. Нет, сейчас. Рома, не принуждай меня убивать вас всех. Реально. Тот, кто заказал, уже получил твою голову, Рома. Не открывай дверь. Не открывай дверь. Блин, ну я могу поступить благородно, но могу поступить как наемник и просто уйти. Но могу поступить иначе. На самом деле, их разборки меня не особо касались, ведь я был наемником. Но сейчас я понял, что отпускать эту ситуацию я так просто не хочу. И я дам им бой. Ладно, Рома. Стой, не-не-не. Она зря поставила окно. Как мне жить? Я не могу наверх подняться. Рома, предлагаю разойтись на мирной основе. Рома, ты меня взорвал. Зачем? Я боюсь, что тут турель стоит. Стоп. Гантрап, я умру, да? Нет. Ой, нифига, он больно дает. Рома, понимаешь, я смог победить Хана Солу. Ты сомневаешься в моих возможностях? Я убила, я убила. Хорош. Проблема в том, что мы его не залутаем. Куда он стреляет? Ой, он жестко-жёстко убил меня. Мне кажется, они сейчас будут рейдить. Они рейдят. Нет, не рейдят. Не выходи, там опасно. Что происходит? Я вообще нанимался чисто принести голову. Ого. Ого. Я, конечно, всё понимаю, но вот этого я не понимаю. О-о. Блин, он хорошее место занял. Я не понимаю, что тут происходит. Ха-ха-ха-ха. Минус. Коптер уничтожен. Вертолет сбит. Повторяю, вертолет сбит. Красиво. На повышке убила. Убил того нас сзади. Где его калаш? Нашёл. Где мой нож? Я его скинул. Кто разрешал меня раздевать? Жалко вертолетик, конечно. Жалко вертолетик, слушай. Но он работал против нас. Нам нужно было от него избавиться. Рома, всё ещё можно решить иначе. Рома, одумайся. О! Блин, у нас проблемы с тканью. Ну вообще неприятно как будто. Выходи на бой. На чём? Давай решим... На камнях. Давай решим всё дуэлью. Давай решим всё дуэлью. Если я побеждаю, то вы отстаёте от неё. Титанас с Ромой дуэли, что получается, не со мной. Говори, Роме, давай дуэль. Рома, давай дуэль. Рома, ты где, Роман? Дуэль на любом оружии. Можно даже ближний бой. Что он выберет? Они меня уже рейдили. И никуда не прорейдили. Ну мы такие. Что, Рома там, согласен, нет? На дуэль. Вон он, все видно. Я на него смотрю. Где Рома? Вызывайте Рому. Рома, это ты? Хорошо. Что скажешь насчёт дуэли? Один на один. В чистом поле. На камнях. Без. Фулл хп без брони. И кто побеждает, тот диктует свои условия. Базар. Всё, давай. Хорошо. Честно говоря, у меня не было надежды на то, что они согласятся на такие условия. Но, видимо, к ним пришло осознание, что нет со мной смысла стреляться. Итак, готовьтесь. Сейчас начнётся эпичная дуэль. Понимаешь, вот. Я всего лишь наёмник. Я... Ой, там кто-то стреляет. На, Рома. Хилься. Да, 100 хп, хилься. И пойдём в поле. Всё, ты готов решить этот поединок? Ты готов решить вообще этот вопрос дуэли? Стой, стой, стой. Какой гладиаторский поединок без зрителей? Ты чё? Не, ну вы можете на вышках стоять, чтобы нам не мешали. А зачем? Мы не будем мешать. Деритесь. Тебе уже, тебе уже ничто не помешает. Давай, погнали. Газ. Давай, я готов. Давай, Рома, мы решим этот вопрос по-мужски, один на один. А не как в прошлый раз. Давай, Рома. Давай. Давай. ДИСАЛТКП. ДИСАЛТКП. Ну, сразу видно, Рома нафиг, машина на камнях. Ну всё, Рома. Рома, предлагаю... Предлагаю вам отстать от неё и дать просто спокойно поиграть. Иначе, ну, ты понимаешь, да, меня могут заказать. Нанять. И я приду сюда за твоей головой. Какая навезучая, тут пиздец, 40 хп осталось. Вот я камень... У меня 40. 40 у меня оставалось. Ну чё, базар выиграл, чё? И всё закончилось тем, что два льва столкнулись друг с другом и начали сражаться не на жизнь, а на смерть. Бой на камнях порешал все вопросы. И теперь Кристине ничего не угрожало. И я мог спокойно отправляться в свой офис. Естественно, забрав свои ресурсы за работу. Я не могу найти свои штаны. Ну ладно, я новые скрафчу, неважно. Всё, можешь менять пароль. Я больше сюда не вернусь. Честно говоря, я был сам в шоке от того, что произошло. Ведь я ещё никогда не встречал настолько РП игроков на сервере. Ну всё тогда, я думаю, вы будете жить в мире долго и счастливо, а я пошёл выполнять дальше свои заказы. Что-то жесть вообще тут происходила. Но если я это выложу просто в видосе, они не поверят, что это честно было снято. Именно с такими мыслями я отправился улучшать свой офис. На данный момент я полностью приостановил выполнение заказов. Ведь меня по-прежнему искал самый сильнейший противник на этом сервере. Клан ЧСВ. И мне нужно было к этому подготовиться. Тут я хотел какую-то комнату сделать. О, я мог бы гаражки сделать в теории. Вряд ли кто-то будет рейдить дом, который не выглядит как дом. Очень много времени я занимался строительством. И пытался как можно сильнее укрепить шкаф. Чтобы его точно никто не пронёс. Я думаю, мой офис должен простоять эту ночь. Надо их запутать, чтобы они не знали, где будет шкаф. Ресурсов на застройку мне, как обычно, не хватало. И в полудрёме от усталости мне приходилось фармить камни. Надо крышу делать на этаж выше. Чтобы холл был побольше, а не таким маленьким. Главное сейчас крышу не улучшить. Мой офис заиграл другими красками. Но по-прежнему было ещё очень много работы. Потом витрина будет. Тут везде факела. Там вся фигня будет. Спать я пойду в том доме. И только я собирался выходить, как вдруг неподалёку от меня взрываются МЛРС-ракеты. А не моих ли это типов рейдят, которых я хочу зарейдить? И тут я понимаю, что рейдят скорее всего лысого. И мне нужно с этим что-то делать. Как будто их. У них забора нет. Пацаны, есть что подлутать? Я кепка, если что. Я кепка, пацаны! А нафиг они рейдят моих клиентов? Я кепка, ребята. Да чувак, я тут один нафиг. А остальные это кто-то враги? Ими, я помогу тебе. Я уже сам помог тебе. Сейчас откинусь. Ого. Они по-любому рейди скоро будут. Может, надо было дождаться рейда? Ух ты, нифига себе. Они уже долго рейдят, походу. И ни у кого ракет нет, да? Моих клиентов нельзя рейдить. Я сбегал домой и скинул все награбленное, взяв с собой ПНВ. Я понимал, что они вернутся на рейд. И очень, очень скоро. Поэтому неподалеку от лысого я занял елочку и начал ждать, когда же они вернутся. Привет. А в свою же очередь, они тоже понимали, что я буду ждать, когда они придут рейдить. Поэтому бегали голым и искали меня. И вот в один прекрасный момент он все-таки умудрился меня найти. Вопросы. Задавай вопрос. Выключу факел. И задавай вопрос. Я смотрю, вы рейдите... Вы рейдите того, кого хотел рейдить я. Вот. И... Хотел узнать, почему. Что они вам сделали? Да, они нам под хат убегут. Мы их выследили. Понял. Понял. И тут я подумал. А зачем мне их убивать, если они мне в принципе никак не мешают? И быть может наоборот, мне нужно им помочь. И тогда я предложил им свои услуги наемника. Не, я могу помочь вам зарейдить. Я все-таки наемник. Я хитман, я наемник. Ну... Да, ладно, да. Давайте с нами, хорошо. Хм. Ну, я в теории могу помочь вам зарейдить. Просто... Я... Ну... У меня свои счеты с ними. Ну, ладно. Можем договориться. Окей. В итоге эти ребята меня не обманули. И как только я вышел сейф-зоны, не убили меня. Что означало, что им можно доверять. Поэтому я все-таки решил помочь им дорейдить этот дом. Ну, окей. Я готов, короче, зарейдить их. Он умер. Ну, вы рейдите, я прикрываю. Насчет лута не переживайте. Я лутать не буду, но так чисто бы головешки с них поснимал. Что там, не хватило ракет? Или пробили уже? Ну, как грязь пошла. О-о-о-о! Это что такое нафиг? Не, ну... Он... Тут реально как будто чувак с щитами игрался. Один из них. Че, у них ящика ракет нет случайно? Че-то у них вообще бомжатник какая-то жесткая. Ребята позабирали все ресурсы, которые им были нужны. А я забрал все то, что нужно было мне от группировки лысых. Их головы. После чего, еще самую малость укрепив защиту, я отправился на свой долгожданный отдых. Наступает следующий день. Как только я зашел, я увидел то, что мою крепость никто не зарейдил. Но так как за мной охотился Хан Солу, мне нужно было продолжать укреплять защиту. О-о-о! Так я могу ветряк купить? Турель купить? А, турель я вообще мог бы скрафтить. 500 скрапа наэфиг. Ну ладно. Также сегодня я планировал собрать огромнейшую коллекцию. Ведь все на этом сервере должны были знать, что здесь живет непростой человек. Ха-ха-ха-ха-ха! Это было неплохо. Я охотился на всех. Как на животных, так и на людей. И второй день Хан Солу пытался купить координаты моего дома. Вы тут что, кого-то рейдите, что ли? Я не понял. Это не мы. Он убежал. Мы голые. Можно мы чуть-чуть залатаем? Залатайте, мне только голову нужно в трупах. Спасибо, спасибо, братик. Так, я тут где-то кого-то из вас убил. Где? Я не могу найти. Да-да-да, я уже поднял, я поднял его, я поднял. Он голый был тоже. Сейчас другую головешку возьму. О! Слышишь? Слышишь вот это вот? Это вот надо убить. Он нас бесит. В общем, моя охота проходила успешно. За одну такую несложную вылазку домой я принес около 12 экземпляров. Вот это мне нравится. Они сильно светят или нет? Блин, как будто даже прикольно. О, я сейчас знаю, что сделаю. Лет-ми Аликса сюда. Будет обидно, если они разобьют мою коллекцию. Но тут еще везде бы голову навешать. Блин, я думаю, магазин здесь не нужен. Здесь у меня будет проход наверх. Да. Я знал, что рано или поздно клан ЧСВ найдут мою базу. И мне нужно было сделать очень много путей отхода. О, тут можно сделать что-то, чтобы я мог дефаться. Это прикольно. Типа чуваки будут тут. Хоп-хоп. Моя коллекция постоянно обновлялась, потому что головешки и сами ко мне прибегали. Халявная головешка побежала. Потом вот у меня здесь проход. Еще одна черепушка бежит, я так полагаю. Кто ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Дайте резов. Я вам скинуть могу все, только не убивайте. Да не надо мне ничего скидывать. А дай мне чуть-чуть резов, но я хату хочу тут построить. Молодец, что убил его. Спасибо, спасибо. Можешь забрать его? Забрать можно? Забирай, забирай. И когда он сказал, что он хочет построиться возле меня, я даже и подумать не мог, что он построится настолько близко. Все, что мне оставалось сделать, это раскидать топсетики и дождаться, когда же кто-нибудь придет меня взрывать. В это же время я провел электричество, поставил камеры, турельки и все, что мне нужно было для защиты. А в свободное время помогал защищаться мелкому и даже выбивал ему оружие. Лутай, лутай их. Ну а мой офис полностью начал функционировать. И теперь пробегающие мимо люди могли просто зайти внутрь и сделать заказ. Заходи. Тут сейчас двери будут открыты вообще. О-о-о-о. Открыты вообще. Так. Вот это мой. А, нет. Вот, вот это мой. Вот он. Вот он. Ха-ха-ха. Как тебе в целом моя коллекция? Я вообще не понимаю, как так можно играть. Это вообще слишком очень сильно жестко на самом деле. Я просто еще много голов не успел пособирать. И много заказов я выполнял и просто головы отдавал. Поэтому все, что смог насобирать за несколько часов, вот, все висит на стене. А потом Рома Толлер решил рассказать свой гениальный план, как они пытались меня заманить в ловушку. И сейчас вы все поймете. Давай, рассказывай. Я слушаю внимательно. Короче, мы хотели за тот случай тебя отомстить. За какой? За то, что я тогда вас убивал? Ха-ха, да. Короче. Мамочка позвонила. Все, типа, давайте, готовьтесь. Ну, мы готовимся. У нас там 45 уже ждет. Все готовы. Ты меня убиваешь. И начинается вакханалия. Мы просто не понимаем, откуда ты выбегать начинаешь. Опять всех валить. Так, подожди. То есть, мамочка, это была ваш агент? То есть, вы тогда, в принципе, это все разыграли? Я правильно понял? То есть, вы, вы хотели мою голову забрать в итоге, да? Да, 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 да. Не, я честно, как бы, ну, не хотел убивать тебя. Но это, это все-таки заказ был, понимаешь? Я должен был исполнить его. То есть, даже мы на вертолете на боевом не смогли тебя убить. Типа, все, это бесполезно. И мы, короче, решили. Ну, мы сейчас будем деревню строить на Next Vibe. Вот там вообще заварушки будут. Оказывается, Кристина была их агентом. И на самом деле, они хотели заманить меня в ловушку. Но что-то у них пошло не так. Крепость Хана Соло. Ко мне долгое время никто не приходил. И я решил наведаться в гости сам. Взяв с собой прикопанный Томпсон. Вы просто взгляните на этого монстра. Он манил меня с того момента, как я только первый раз оказался здесь. И сейчас я должен был найти какое-нибудь слабое место. А у них точно все закрыто? Мне кажется, нет. У них турели все выключены. Нифига себе. Там чел сдох. А как туда попасть, я не пойму. Где проход? Тут что, одна обычная дверь стоит? Или что, я не понял? У них тут за одним потолком очень много серы. Короче, я знаю, что делать. Я нашел слабое место этого гиганта. И теперь мне оставалось только придумать, как попасть внутрь и забрать всю их серку. Меня ждало очень много работы. Я, в принципе, могу и сишкой там бахнуть. Это будет намного тише, мне кажется. Ну вот, чтобы ее изучить, мне не хватало еще немного скрапа. Мне нужно было отправляться срочно в метро. Ох, нифига себе он меня чуть не стер. Блин, мое любимое. Ходить в метро чистить. Это я люблю, обожаю. Зато скрапа сейчас на лута и компонентов. У них магазины еще остались? Или они уже все? Хан. 60 тысяч серы там лежит. Плавленый. Блин, а если я их зарейжу, куда мне потом ресы-то нести? Я 60 тысяч серы не унесу, у меня нет рюкзака на эффект. Мне там кибитку надо построить хотя бы один на один. Наверное, по пути это сделаю. Потому что, ну, без кибитки я всю серу не унесу. Это нереально. Мне надо изучать сишку. Не знаю, ракету изучать, не изучать. У меня базука не изучена. Ну ладно, ладно. Ну а после фарма скрапа мне оставалось нафармить еще немного серы. И делать мне это нужно было в темпе вальса. Ведь никто не знал, когда они вернутся и запустят свои турельки. Тем более, Хан Соло был в онлайне. И на эту же авантюру я пригласил его самого злейшего врага. Рому Толлера. В общем, в общем. Хан Соло твой главный враг, я так понял, правильно? Ну да, есть момент такой. Сейчас я был у него на доме. Ты видел его дом? Нет. У него громадный замок. Вот у него сейчас стоят два магазина. Где 60 тысяч серы суммарно. И это только магазины, которые мы видим на карте. Я знаю, как к ним пробраться. За 8С4. Но там действовать надо будет очень быстро. Я самая быстрая рука на веке в западе. Вот смотри. Блин, если они мне сейчас помогут, то будет вообще топ. Наконец-то я накрафтил 8С-шек. И взяв с собой все самое необходимое, я отправляюсь вслед за Ромой Толлером. Ведь я не знал, что меня там будет ждать. А напарник не помеха. Моя остановочка. Ты готов? ПНВ взял с собой? Подожди, подожди. Я не знаю, куда серу положили, ребята. Сейчас, дай мне это. Пойдем поищем вместе. Куда-то сложили всю серу. Только двери. Двери вначале это. Закрой. Тут никто не зайдет. Я нашел слабое место в их доме. Но я не представляю, как мы к ним попадем, при том, что они сейчас находятся дома. Но если у нас получится это провернуть, то мы с тобой вытащим оттуда 60 тысяч серы. У нас с тобой все получится. Забавно было слышать позитив Романа. Ведь он даже и не имеет представления, о каком домике я говорю. Блин, офигеть, вас много, оказывается, играют. Ну что, Рома? Готов к бойне? Готов выселять Хана Соло? Мы его полностью не выселим, но мы когда туда подъедем, ты поймешь, о чем я говорю. Там будет очень жестко. Ты таких домов, наверное, в жизни еще не видел. Там надо будет кибитку вначале построить, потому что хоть какой-то, чтобы шанс был у нас. Рома, это, возможно, последний путь. Потому что то, что ты там увидишь, это будет совершенно другое вообще. Ты таких домов еще не видел на этом сервере. Я уже передумал, что-то давай обратно поедем. Если что, я не шучу. Там реально очень жирный дом. Ух, Рома, мне страшно. Чтоб ты понимал, вот я бесстрашный воин, но даже мне страшно. Я уже передумал, как мы только тронулись. Но, какого одеваться? Вон, видишь, маленький домик уже прогружается. Стой, поехали обратно. Не-не, Рома, Рома, все. Идем, Рома. Он строится, е-мое, он прям сейчас строится. Настрой, как вы понимаете, у нас был максимально боевой. Мы были готовы сражаться. Но вначале нам нужна была здесь кибитка. Я не знаю, что с ним делать. Типа, это, мне кажется, вообще на стадии чего-то невозможного будет. Хотя сейчас ночь будет. Давай ночи дождемся и ночью пойдем. Поставь спальник где-то. Я одну гранатку возьму, все. Сейчас, сейчас, у меня один уже лежит. Надо еще ставить. Я послежу за ним пока. Он, походу, турели запустил. У него не было там турелей. Блин, ну как к нему на крыше теперь попасть, если там турели стоят? А, он реально, походу, все турели запустил. Ё-моё, дуракная. Поехали. Поехали. Опа. Рома, блин, остался. Он прям возле меня. Теперь они знали, что я нахожусь здесь, и мне нужно было действовать. Надо было другую дверь бахать. Там турели и куча, там турели и куча. А где они? Походу это слив. Я не знаю, куда серу скидывать. А нет, знаю. Опа. А на снизу стоит эта дрянь. Я умер, походу. Я умер. Может, я встану? Я встал нафиг! Я хоть это должен унести куда-то. Признавайтесь, вы уже прижались к стулу от напряжения. Поверьте, это только начало. Субтитры подогнал «Симон»! Их много Я не знаю, как отсюда уйти Я не знаю, как это сделать Они меня в своем доме найти не могут Я уползаю с серой Что это нафиг было? Уходим, уходим, Рома, Рома, уходим Я у них пулемет украл и серу украл Их там человек пять, слышишь? Там нереально что-то сделать Я одного убил, а второй бежал где-то с крыши и спрыгнул Пока я закапываю смоустэшики и расставляю спальники Вы можете спокойно выдохнуть И я даже не буду слишком сильно это обрезать Чтобы у вас было побольше времени отдохнуть от такого напряжения Погнали, пока ночь А там осталось оружие в кибитке еще? Отлично Меня турели убили, прикинь, внутри у них с серой И я встал Я голодный, умираю от голода И я встаю у них Красава, чекает походу на шкибитку рейдили Нет, нет Вот на шкиба Мне надо перекеляться, у меня 10 воды осталось Я скоро ходить не смогу А теперь вдохните поглубже Сейчас начнется полнейшая жесть Я снова возвращаюсь туда Ну если что, я уже в окупе Но хотелось бы еще серку Сейчас ничего не говори Куда я скидывал серу? Тут очень сложно это сделать Они меня не видят Субтитры сделал DimaTorzok Куда бежать? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как мне уйти отсюда? Я знаю как мне уйти Давай! Давай! Ну это 100% окуп 8 сишек стоило того 100% Я даже по топливу окупился На эти же ресурсы, которые я украл Я сразу же откидываю кибитку Ведь я планировал вернуться к ним Еще не один разочек Шкаф есть? Давай Фигово, что шприцов нет Сложно с ними воевать Понимаешь? Я просто вот пришел в соло на мужика И наказал нафиг А ты сидишь там что-то выписываешь Кому-то что-то доказать пытаешься Ты бы лучше пришел там в ответ рейдить А не доказывать пытался Ты расскажи лучше Как ты минус 5 дал Сидя под крышей у нас в доме, да? И убив в спину Это было слишком просто Это было слишком просто Я даже не почувствовал Как это произошло, понимаешь? Чувак, ты сидишь на своем доме Ты сидишь на своем доме С турелями И сейчас говоришь про то Что тебя кто-то в крысу убил Зачем ты говоришь Что тебя кто-то в крысу убил В твоем доме Окруженный турелями Типа к чему ты это? Ты зачем оправдываешься, мужик? Пока один заговорил у меня зубы Второй выскочил И просто меня стер Но ничего страшного Из-за этого не произошло Ведь они уже все застроили И теперь на все 100% Я был уверен Что они захотят меня зарейдить И поэтому пулеметик Который я у них украл Мне очень сильно бы пригодился Также я забираю все ресурсы С кибитки Которые я у них украл И отправляюсь в сторону дома Ты у меня под клышей сидель Ты меня под клышей сидель Ты меня убил И так как Роман был практически полу-новичок Его эмоции просто зашкаливали Забавно то Что у них там тысячу турелей стоят А он жалуется то Что я его дома В его доме под крышей убил Забрал рез и убежал Ну конечно да Все ресурсики до моего домика Мы дотащили успешно И понимая то Что они захотят сделать ответный удар Я начинаю ставить мультишкафы Чтобы если что У меня был шанс отбиться Честно говоря После того что произошло И что мне пришлось пережить Строительство для меня Стало успокаивающим средством Скорее всего Смотря это видео Вы очень сильно переживали А теперь представьте В каком положении был я Благодаря тому Что у меня был включен чат Я заметил очень важную информацию Хан Соло после такого Жесткого поражения Просто ливает сервера Блин походу Хан Соло все не придет ко мне И тут я понимаю Что раз я их уже победил морально То нужно подойти к ним И просто спокойно поговорить Убедить их Чтобы они не диспавнили весь лут Алло Хан Хан прием А вы че нафиг Нафиг вы диспавните Вы могли прийти по фану ко мне Я вас ждал Ханчик Ну ты че обижаешься Я Я ж по фану вас рейдил Типа В надежде что вы придете Зачем ты стреляешь Вначале он даже не пытался Со мной поговорить Но со временем Мне удалось растопить его сердечко Но если что Спасибо все равно В любом случае Типа Было весело с вами постреляться Надеюсь вы не обижаетесь И Мы увидимся в следующем вайпе Что поделать Такое стрелка Типа Всех кого ты тут был Ты убивал спину Да ну а как мне еще убивать Мужик Я ж один играю В следующем вайпе Если захочешь постреляться Просто попроси Ну блин Понимаешь У меня свои планы Я вообще хитман Я наемный убийца Я просто Выполняю заказы Ха-ха-ха-ха Нас сыграют Тут ну Больше сорока человек Ты ну Как бы понимаешь Да Даже У тебя дом был Не два на два Допустим А клановый Но все равно Тебе не помогло Может быть бы я не выстоял Но как минимум Я получил бы фан От перестрелки с вами Ресурсы Это пыль в этой игре Ну и так как ребята думали Что я читер Я решил им сознаться И выключил программу Для голоса Чтобы они поняли С кем они имели дело Проведи экскурсию По домику Я просто впервые Такое вижу Если честно Чизи Это ты? Стой Подожди Это ты? Это Подожди Ты Подожди Это серьезно ты? Да 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 Ты Подожди Я не думаю Ах Я думал Здорово Вообще никогда Здорово Здорово Охренеть Все 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 От давления Знаешь На самом деле Мы начали спавни Только по причине Того Что мы думали Что нас придут в офи Бахать Так бы мы продолжили Типа Вы понимаете Ну вы короче Все задеспавнили Получается Не Мы ничего не спавнили Покажите экскурсию По дому Я просто Смотрел Тут Погнали Погнали Посмотрим Хотя бы Че это за махина Реально впервые Такое вижу Да не Это все Это перебор Так нельзя делать А вот такие дома Тоже нельзя строить Да я ж по РП играл На это По приколу Ну да Не Ты сильно Очень играешь Это вообще Невыносимо На самом деле Мы Задачи на все Навайб Выполнили Мы воевали С деревней З24 А у вас Вон МВК Сколько Кек Не Это мало Мы уже Сколько Ухалует А Ну Чуть Чуть Да На 5 часов Короче Содержание Я понял В общем Они полностью Провели экскурсию По своему Домику И действительно Я был в восторге От того Как это все Выглядит Ну а снаружи Вы уже видели Этот шедевр Кстати говоря Полностью базу Они отдали Какому-то рандомному бомжу И чтобы поднять Настроение Этим ребятам Я кинул им Спальнички В своем офисе Вон заходи Это твой офис Да Получается Да Вот смотри Я тут заказы Принимал Но пока Бизнес Короче Не так пошел Жестко Это я смотри Офигеть Сколько тут Заказов Офигеть А где моя голова Можно мы Где 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 Рад Что все Закончилось На позитивной Ноте И что Никто Знаешь Ну без Какой-то Токсичности Не закончил Этот вайп Все довольны Да не Нам то что Мы Без Какой-либо Токсичности Играем Не считая Некоторых Ну Я думаю Еще увидимся С вами Спасибо вам Большое За экскурсию По вашему Дому Да Давай Удачи тебе Вот Специально Для вас Повешу Даже Вот так Вот Когда будете Его видеть Знаете Надо Бежать Ну и конечно же По своей Старой Доброй Традиции Я с ними Попрощался И попросил Их отпустить Меня с этого Вайпа Не трогай Его Не трогай Пока Вот Как-то Так История Наемника Подошла К концу И я Искренне Надеюсь Что она Вам Понравилась И вы Поставили Свою Оценку Помните Если вы Соберете Сто Тысяч Лайков То я Выпущу Вторую Часть И самое Главное Будьте Добрее Друг Другу И тогда Мир Заиграет Другими Красками Ну а Я Желаю Всем Вам Побольше Здоровья И напоминаю О том Что вы Можете Зайти В мой Телеграм Где Можете Высказать Свои Эмоции По Поводу Данного Ролика Всем Огромное Спасибо За Просмотр Всем Пока Субтитры Субтитры